Саммит номер 23. Александр Зубченко на версии Ком. Сегодня начинает свою работу традиционно исторический саммит Украина-ЕС с порядковым номером 23. На него собрались все выдающиеся евроинтеграторы мира. Президент Владимир Зеленский, президент Европейского Совета, Шарль, он же Мишель, тот же вариант, что и Андрей Богдан, хрен знает и фамилия, где имя, и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Наверное, самое главное у них, поскольку из графьев саммит должен дать четкий ответ на вопрос, когда Украина наконец-то не вступит в Евросоюз. Уже сегодня могу дать точный прогноз, основанный на интуитивном осознании результатов прошедших 22 заседаний Комиссии Украина-ЕС. До конца этого года точно не евроинтегрируемся. В следующем году примерно такие же шансы. Думаю, настало время небанальных решений. Всему миру, включая Гондурас, известно, что европейская интеграция, а также полноформатное членство в НАТО заложены в Конституции. Украина – единственная страна в мире, где перспектива членства в иных международных организациях четко в императивной форме закреплена в основном законе. Поэтому все остальные государства нам дико завидуют. Но в последнее время из-за окончательно распоясавшейся российской военщины, а также кремлевских хакеров, перспектива приобретения членства, пусть и в легкой ассоциированной форме, стала покрываться густым туманом. На неоднократные и прямые вопросы нашего лидера. Когда, мля, заданные президенту США Байдену и руководству ЕС в лице Урсулы и того же Шарля, мы не получили четких ответов. Поэтому, повторюсь, для Офиса Президента пришло время небанальных решений. Словетское слово в деле евроинтеграции и членства НАТО должен сказать наш славный Конституционный суд. Почему не выполняются нормы основного закона? Кто виноват и что, зараза, делать? Вместо того, чтобы плясать танец крабика в Трусковце, депутатам на большинство следует быстро написать телегу в Конституционный суд. У вас будет дело. Поскольку все руководство ЕС очень удачно съехалось в Киев, то им надо быстро избрать меру предварительного заключения. С Печерским судом я договорюсь. Домашний арест с альтернативой залога в миллиард евро. Сидеть был дома у Олега Лешко. Он хорошо разбирается в европейских ценностях и может обеспечить соответствующие условия. Нет, ну а как вы хотели. Надо действовать. На наших глазах Госдеп и ЕС втаптывают в грязь Конституцию, писанную «Если мне не изменяет память», а она мне частенько по дну подводит, Пилипом Орликом, хрен знает в каком году. Прошли века, а проблемы все те же. Коррупция власти, офшоры и европейская интеграция. Плюс, конечно, участие в шведской оборонной инициативе. Теперь это НАТО. Представитель Госдепа США Виктория Нуланд, которая в настоящее время наслаждается бабьей осенью в агрессивной Москве и ведет там сепаратные переговоры с окончательно утратившим человеческий облик руководством Кремля, почитайте статью Медведева в «Коммерсанте, у вас волосы встанут дыбом», тоже должна быть привлечена. Она, как информирует мои источники, в среде кремлевских хакеров собирается посетить Киев. Сразу после прилета ее следует подвергнуть той же процедуре, что и руководители ЕС. А как иначе мы узнаем, когда будут строиться военные базы США в Харькове и Днепре, только в рамках открытого судебного процесса, с прениями сторон, акциями активистов и автопробегом к дому Петра Алексеевича. Наше руководство должно проявить железную, я бы даже сказал, титановую волю. Мы все уже сполна выстрадали эту евроинтеграцию. Платить такие бабки главным евроинтеграторам Сергею Лещенко и Мустафе Наему уже нет никаких сил. Кроме того, у нас уже давно все европейское, натовские стандарты, цены на газ, ориентация большинства лидеров. Давно пора сделать решительный шаг и четко обозначить сроки. Времени у нас мало, поскольку еще один Майдан нация может не пережить. Сидя под домашним арестом, лидеры ЕС, представители Госдепы США, станут гораздо сговорчивее. Лешко умеет быть убедительным в процессе непосредственного общения. Они еще кредиты МВФ будут нам совать. Только бы побыстрее выйти по УДО. В Конституционном суде, я лично уверен, его тщательно вычистили и высушили. Ликвидировали там гнездо сепаратистов, которые задумали свершить антиконституционный мятеж. Теперь КС может и должен вынести справедливый вердикт по делу нации против ЕС и НАТО. Доказательная база богатейшая. Поднимите результаты социологических исследований. Просто возьмите и забейте в поисковик «Поддержка НАТО», «Рост», «Украина» и «Японская порта». И вы поразитесь полученным результатом. Почти 70% украинцев неуклонно изо дня в день стремятся в Европейский Союз. Они не мыслят своего будущего без ассоциированного членства. В хорошем смысле этого слова. Та же фигня с НАТО. Прирост поддержки полного членства круче, чем рост надуев молока в колхозе Европейский Путилича. Отвечаю. Поэтому надо воспользоваться историческим случаем и ковать наше европейское натовское счастье. Пока оно горячо. Брать ничего не подозревающих европейцев под белые наманикюренные ручки и по этим мер пресечения. Потом то же самое проделать с Нуланд. Она в ответе за тех, кого прикормила своими печеньками. Александр Зубченко. Саммит номер 23.